Приветствую вас, уважаемые зрители! В этом видео расскажу вам об истории тульских мотоциклов. Поехали! Тульский машиностроительный завод в первую очередь известен производством оружия, начиная аж с 1879 года. История производства мотоциклов и мотороллеров Тула берет свое начало с постановления Совета Министров СССР о создании производственных мощностей в городе Тула и Вятские Поляны, обеспечивающих производство легких мотороллеров, вследствие которого в 1956 году двум оборонным заводам этих городов пришлось осваивать абсолютно новую для них отрасль производства. Спустя короткое время, 27 апреля 1957 года, с конвейера Тульского машиностроительного завода официально сошел первый мотороллер Тула Т-200. Получилось так. Поскольку для скорейшего старта производства разрабатывать свое времени не было, за основу взяли выпускавшийся в ФРГ Гога Роллер ТА-200. Первая Тула имела восьмисильный двигатель рабочим объемом 199 см3, 4-ступенчатую коробку передач в одном блоке с мотором, цепной привод заднего колеса и 10-дюймовые колеса. Весила Тула 155 кг и могла разогнаться до 80 км в час. При этом расход топлива при движении со скоростью 50 км в час на сотню составлял не более 3,4 литра. Емкость топливного бака 11 литров плюс пол-литра резерва. Допускалось использование бензина А-66. Также она имела принудительное воздушное охлаждение, электрозапуск вместо кикстартера и однотрубные амортизаторы. В ногах слева располагалась педаль переключения передач, а справа педаль заднего тормоза. Моторный отсек был оборудован фонарем. На следующих моделях его убрали. Также в начале 1957 года были изготовлены первые образцы грузового мотороллера ТГ-200. Название муравей он еще не носил. В опытных образцах использовались узлы из выпускаемой в Серпухове инвалидной мотоколяски. Дифференциал и балансиры. В остальном грузовой мотороллер имел унифицированные с легковым узлы, двигатель, рулевая вилка с передней подвеской и колесом, рулевое управление, электрооборудование, система выхлопа, передний щит с настилом и кожух переднего колеса. Благодаря дифференциалу мотороллер получил передачу заднего хода. При испытаниях появилась необходимость кроме электростартера иметь дублер – кикстартер. В дальнейшем его внедрили и на легковом мотороллере Т-200М. На базе мотороллера ТГ-200 были разработаны и освоены производством его модификации с кузовом-фургоном ТГ-200Ф и изотермическим фургоном ТГ-200И. Помимо всего, в процессе эксплуатации у потребителя выявилась необходимость изменения параметрам рулевого управления и жесткости передней подвески. Поэтому на мотороллере был сделан еще и демпфер руля. Весивший 265 кг с кузовом и 310 кг с фургоном, трехколесный грузовичок мог перевозить 200 кг полезной массы с максимальной скоростью 50 км в час. Расход топлива составлял 7 литров. Необычный заказ был получен заводом в конце 50-х годов – изготовить партию мототакси для ВДНХ. Конструкторская документация была разработана совместно с ЦКБ и в 1960 году партия С-50 и мототакси Т-200Т поступила к заказчику. Эти машины имели пристыкованный к легковому мотороллеру открытый двухместный кузов довольно простой конструкции с двумя передними управляемыми колесами. Спустя 4 года в 1961 году вышла в свет обновленная Тула модель Т-200М, у которой масса была снижена до 145 кг, а мощность за счет применения измененной головки цилиндра возросла до 9 лошадиных сил. Помимо всего она получила кикстартер и изменился тип передней вилки. Также в 1961 году была выпущена партия из 94-х легковых мотороллеров с боковым прицепом Т-200К. Кузов коляски был позаимствован у бокового прицепа ИЖ-56. Рама имела оригинальную конструкцию. Ходовая часть мотороллера была усилена. После появления модернизированной Тулы Т-200М в 1962 году аналогичной модернизации подвергся и грузовой мотороллер. В середине 60-х была выпущена крайне небольшая партия модели конек-горбунок. На ней устанавливали 350-кубовый двигатель мощностью 32,5 лошадиные силы и большие 16-дюймовые колеса. Мотороллер, как и его литературный тезка, воплощал безотказность, неприхотливость и даже некоторую фантастичность. В серию модель не пошла. Следующая модернизация произошла в 1967 году. Модель назвали «Турист». В этой конструкции было устранено большинство недостатков мотороллера Т-200 и Т-200М. Несущий капот позволил отказаться от массивного трубчатого подрамника в задней части машины. Новая передняя рычажная вилка толкающего типа обеспечила хорошую управляемость. Мотороллер имел существенно измененный дизайн. Старый, но форсированный мотор путем внесения некоторых корректив, за счет улучшения фаз газораспределения, формы камер сгорания и увеличения степени сжатия, увеличился в мощности на 20% с 9 до 11 лошадиных сил. Повышение степени сжатия потребовало применение бензина с октановым числом не менее 72. Максимальная скорость составила 85 км в час. Бак вмещал 12 литров топлива, а расход составлял 3-3,5 литра на сотню. К тому же появились сигналы поворота, чего еще не было в штатном исполнении на Т-200М. Кузов туриста стал намного прочнее, центр тяжести заметно снизился. В 1968 году началось изготовление грузового мотороллера ТГА-200 Муравей с узлами новой базовой модели, увеличенной до 250 кг грузоподъемностью. Под кузовом находилось запасное колесо и ящик для инструментов. Аккумулятор и проводка, так же как на туристах и тулице, находилась между ног водителя. Существовал и грузопассажирский вариант, не менее популярный, чем просто грузовой. В 1971 году была произведена модернизация туриста. Модель именовали Турист М. Самое основное, степень сжатия была увеличена до числа 7,8. Мотор теперь работал на бензине А-76 и его максимальная мощность возросла до 12 лошадиных сил. Максимальная скорость составила 90 км в час. Мотороллер получил новый глушитель сигарообразного типа. В 1978 году началось серийное производство мотороллера Тулица. Модернизация модели Турист М. Он получил двигатель с алюминиевым цилиндром и чугунной гильзой. Трехканальную продувку. Все это увеличило максимальную мощность двигателя до 14 лошадиных сил. Машина полегчала до 140 и имела максимальную скорость 97 км в час. Внешне новый мотороллер практически не отличался от Туриста. Его можно было узнать лишь по алюминиевым литым ступицам колес и укороченному глушителю. В 1980 году было освоено производство нового семейства грузовых мотороллеров. На базе узлов Тулицы с символически увеличенной до 255 кг грузоподъемностью. Индекс ТГА-2001. С 1983 года началось постепенное внедрение в производство узлов новой гаммы моделей. ТМЗ 5.403. На первом этапе было освоено изготовление нового трубчатого регулируемого руля. Воздушного фильтра с пластмассовым корпусом и бумажным фильтрующим элементом. Установлен более экономичный карбюратор К-62. Последняя модификация одиночного мотороллера появилась в 1986 году. Тулица 02М. Как всегда увеличили мощность и уменьшили вес. 14,5 лошадиных сил и 134 кг. На впуске поставили лепестковый клапан, что позволило уменьшить расход. Также обновили облицовку. Максимальная скорость составила 100 км в час. На этом история легковых мотороллеров заканчивается. В 1986 также последовало обновление грузовой версии, которая получила название ТМЗ 5.403.01 или Муравей 2. За счет обновленного двигателя грузоподъемность поднялась до 320 кг. Тульские мини-грузовички были чрезвычайно популярны в стране и за рубежом. Из произведенных на ТМЗ в 1988 году 97996 мотороллеров, доля муравьев составила 84%. Показательно, что запчасти к ним сегодня можно купить не только от отечественных кустарей, но и с заводов Чехии, Польши и, конечно, Китая. Для грузовых мотороллеров выпускали варианты с закрытой кабиной. Они представляли собой штампованную сварную конструкцию из листовой стали весом 50 кг. Стекло панорамного типа обеспечивало хороший обзор. Оно было оборудовано стеклоочистителем с ручным приводом. Двери с резиновыми уплотнениями и мягкое сидение делали поездку в кабине достаточно комфортной. За счет тепла двигателя при морозе до минус 25 кг в кабине температура не опускалась ниже плюс 8 градусов. С начала 90-х годов выпускались также пластмассовые кабины. Но оба варианта кабин очень редки в наше время. Грузовой мотороллер всегда пользовался хорошим спросом на зарубежном рынке. И с целью расширения экспортных поставок в 89-91 годах была выполнена работа по созданию документации на сборочные группа комплекты грузового мотороллера и мотоцикла для предприятий Мексики, Колумбии и Аргентины. Отправка изделий группа комплектов позволила значительно снизить затраты на перевозку экспортируемой мототехники. Общее количество отправленной техники по адресатам составило 12 868 изделий. Вот например муравей на службе у аргентинской полиции. Также в 1985 году началось серийное производство мотоцикла повышенной проходимости Тула ТМЗ 5.951. Наиболее яркой чертой машины были широкопрофильные шины размером 6,7 на 10 дюймов. Мотоцикл имел абсолютно новую конструкцию за исключением двигателя. Он был оснащен обычным тульским 200 кубовым мотором с лепестковым клапаном на впуске и имел мощность 15 лошадиных сил. После модернизации в 1989 году он получил индекс 5.952. Мотоцикл повышенной проходимости снискал немалую популярность среди рыбаков, охотников и просто любителей выехать на пересеченную местность. Существовал вариант Тулы на трех колесах. Он имел индекс 5.971 и назывался Тула Трицикл. Все узлы были идентичны мотоциклу, только сзади стоял редуктор от муравья. При необходимости его легко можно было переделать в двухколесный вариант. Также завод имел много различных разработок, которые существовали либо как экспериментальные, либо были выпущены в ограниченном количестве. Например, муравей с самосвальным кузовом. Или опытный тульский мотороллер Стрела, выпущенный в 1967 году. А также Турист Кросс, 1968 года выпуска, на котором заводские испытатели участвовали в соревнованиях мотозавода в СССР на первенство заводской марки. В 1985 году был выпущен опытный мотоцикл-аллигатор на базе TMZ 5.951. Был применен мотор с новым цилиндром и без кожуха охлаждения, и большие 16-дюймовые колеса. Мотоцикл нацеливали в нишу эндуро. Рули подвески от кроссового мотоцикла, плюс высокое крыло и злобная резина. Был изготовлен лишь один экземпляр, который сейчас находится в музее. В 1990 году попытка повторилась. Была изготовлена опытная партия мотоцикла Вепрь TMZ 5.952-01 на 16-дюймовых колесах. Также была дизайнерская вариация Вепря, оставшаяся в единственном экземпляре. В плане грузовой техники была разработка мотороллера Муравей-4 с кабиной и дизельным двигателем, рассчитанным на длительный ресурс – 80 тысяч километров и большую грузоподъемность – 620 килограмм. Много внимания уделялось разработке абсолютно нового 250-кубового двигателя. Но на мотороллеры его ставить так и не начали. Были попытки воссоздать производство в 90-х годах. Был разработан и выпущен ограниченным тиражом скутер «Фрегат», который не выдержал конкуренции с японскими аналогами. Как ни крути, наступил глубокий кризис. После 1995 года завод перестал выпускать всю мотопродукцию. Оборудование было распродано и сейчас на Тульском заводе делают то, с чего все начиналось. А именно вооружение. Такая вот история тульских мотоциклов. А на этом все. С вами был канал Кроссмота. Поддержать мои труды вы, как обычно, можете лайком и репостом. А также просмотром подобных историй на моем канале. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok